Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что с вас произошло. Так что так, выпишите, рассталась с мужчиной после почти 5 лет отношений. Ну, поскольку у вас имеют место быть сны, связанные с этим мужчиной, да, поскольку у вас есть определенные сновидения, то я думаю, что нам с вами будет нужно в обязательном совершенном порядке определить причину, по которой вы с ним расстались, с мужчиной. То есть, из-за чего расстались, как расстались, что повлияло на расставание ваше, да, то есть, ну, какие моменты стали ключевыми при расставании вашим друг с другом. Вот. И, значит, соответственно, какой у вас был эмоциональный фон уже, скажем так, ну, после того, как вы расстались с ним. Вот. То есть, это такие все очень важные моменты, которые необходимо прояснить для лучшего понимания проблемы, для лучшего понимания ситуации. Потому что если вам хочется, чтобы мы исцелковали ваше сновидение, если вам хочется, чтобы мы как-то дали вам свою интерпретацию сновидений, да, то, ну, все-таки нужно, чтобы было побольше информации, потому что психологи работают именно с информацией, они анализируют ее. Вот. Вы же информации о себе дали очень мало, и поэтому, как бы, ну, можно только гадать, можно только предполагать. Это не самый лучший вариант на самом деле. Понимаете? То есть, ну, лично, лично, вот мне, например, не хотелось бы гадать просто потому, что я, например, уважаю ваше время и ценю его, да, и, как бы, мне бы не хотелось отнимать его зря у вас. Вот. Но, тем не менее, в последнее время мне он практически каждый день снится. Ну, смотрите, в последнее время, да, вы говорите, Вы говорите, в последнее время, значит, именно в последнее время, да, у вас что-то такое случилось, что-то произошло такое, именно у вас, что заставило вас видеть, как бы, его во сне. Соответственно, нужно понять, постараться понять, что это такое было, что, как бы, спровоцировало процесс вашей жизни. Того, что спровоцировало процесс, значит, ну, процесс присутствия мужчины в вашей жизни, в сновидениях. Это же произошло, да, ну, не просто так. Это же произошло в результате каких-то происшествий в вашей жизни, каких-то событий, да, вот. Ну, и, соответственно, эти события нужно разобрать. То есть, если вы говорите о том, что в последнее время, значит, что-то произошло, что-то изменилось, да, после расставания с молодым человеком, с вашим мужчиной, был нормальный естественный процесс, то есть вы были, ну, вроде как удовлетворены, и все было неплохо, да, в вашей жизни. Вот, а, значит, после того, как вы, значит, столкнулись с определенными обстоятельствами, значит, ситуация резко поменялась. Ну, и логично, что эти обстоятельства, их нужно анализировать, опять же, потому что, ну, как бы, иначе никакого оплакования сновидений не получится, получат свои гадания на кофейной гуще просто, и все. Вот, еще раз повторю, что мне бы этого делать не хотелось, опять же, просто из-за уважения хотя бы к вам. Значит, что произошло? Поскольку сны – это отражение наших желаний, а именно желаний, причем, то можно говорить о том, что мужчина в некоторой степени как бы является проявлением ваших потребностей каких-то на уровне, ну, например, ассоциативном, как вот правильно вам заметил мой коллега. То есть, он у вас ассоциируется с чем-то для вас желанным. С чем-то желанным. С чем именно, сказать, конечно, нельзя. Потому что для этого нужно анализировать. Вот, я бы рекомендовал вам проанализировать те чувства, которые у вас есть во сне. То есть, вот, те чувства, которые вы испытываете во сне в виде этого сон. То есть, что чувствуете, как чувствуете, и когда вы чувствовали подобные вещи в своей жизни. Вот, при каких обстоятельствах, и так далее. Вот это данное направление, так скажем, ну, данное направление деятельности, данное направление работы, ну, могло бы помочь вам увидеть то, что все-таки происходит, значит, с вами, да, и с отношением к мужчине. К мужчине. Вот. То есть, именно через ассоциации. Мы говорим об ассоциациях. Ассоциация, это, в принципе, довольно сильный момент в психоанализе. Анализируя ваши сны, мы говорим на языке психоанализма. Сон, это отражение ваших желаний, соответственно, либо вам хочется как-то почувствовать себя, так, как вы ощущали себя с этим мужчиной. Вот. Либо осталось что-то незавершенное, по вашему мнению. Вот. Осталось что-то незавершенное, какое-то незавершенное действие. То есть, обычно, когда люди расстаются, очень часто остается какая-то недосказанность, какие-то невыраженные переживания может быть, невыраженные какие-то обиды, невыраженное какое-то действие, невыраженные потребности и так далее. То есть, люди очень часто думают, что вот они реально, ну, могли бы как-то, например, поступить по-другому, да, и, собственно, как бы, как бы, все. Да, то есть, поступив по-другому, они бы решили проблемы, и этой проблемы бы, в общем, не было. Понятно, что это не так, понятно, что это неправда, но люди так думают. Ну, и, вероятно же, что у вас осталось что-то такое. Если поры до времени оно дремало, как бы, да, то есть, ну, не давало о себе знать, вот, то сейчас, когда, ну, вот, что-то активизировалось, может быть, там, я не знаю, когда стало для вас, ну, более актуальным, может быть, или что-то такое, вот, то сейчас это уже дает особенное достаточно сильно. Вот. И, соответственно, ну, исходя из этого, уже можно говорить о том, что имеют место быть какие-то вот ваши потребности все-таки, которые вы не можете реализовать. Либо, возможно, ситуация немножко другая, вы можете ходить с мужчиной этим действительно больше ничего общего не иметь, вы действительно можете этого желать, вот, но вы же почему-то расстались, да, вы же почему-то перестали быть вместе, у этого есть причины, какие-то. И вполне вероятно, что мужчина выступает в некоторой степени блоком. Блоком для того, чтобы вы были счастливы. то есть вы, например, хотите уже новую жизнь, допустим, ну просто как пример, да, вот, вы хотите новую жизнь, а мужчина вас, например, подавлял, допустим, и новой жизни вы стыдитесь, например, глубине души, или боитесь, что не получится, не получится у вас построить новую жизнь, ну, по каким-то причинам, там, неважно, по каким-то. И каждый раз, когда у вас появляются новые, новые какие-то надежды, новые какие-то там, ну, стремления, новые какие-то цели, новые какие-то люди, вот, всплывает мужчина, который как бы удерживает вас в том капкане, в каком вы были с ним, допустим. Ну, опять же, я сейчас как бы фантазирую, потому что ну, это действительно немного из области такого гадания больше, потому что ну, как бы информация о вас очень мало, да, я об этом не рассказал, информации мало, и, соответственно, возможности как-то вот интерпретировать ваш сон более реально, так, чтобы это соответствовало действительности, ну, представляется мало, вероятно, пока, пока, потому что мало информации, но тем не менее, тем не менее, дело все в том, что, как правило, как правило, повторяющиеся явления, явления, повторяющиеся объекты в сновидениях, это либо желания, неосознаваемые, вытесненные сознанием, либо наоборот, что-то мешающее желания, что-то мешающее реализации этих желаний, что-то не позволяющее им реализоваться. как-то. Понимаете, какая штука? Вот. И, соответственно, соответственно, чем именно является ваше сновидение, ваш, как бы, объект, чем именно является ваша интерпретация, да, чем именно является ваша иллюзия, так скажем, ну, потому что вы с мужчиной-то уже давно не вместе, да, а иллюзия есть, вот, ну, собственно, нужно разбираться, вот, разбираться, потому что так можно гадать долго. Вот, дальше, ну, так, в чем причина? Ну, понимаете, почему так происходит, пишите вы, в чем причина? Ну, почему так происходит, я сказал, в чем причина, тоже, в принципе, сказал. что вы говорите, значит, что внимание, не акцентирую, не вспоминаю, даже об этом мужчине, то, что вы не вспоминаете, о нем, это, действительно, как сказали мои коллеги, правильно, на уровне, на уровне сознания происходит, что происходит на подсознательном уровне, можно загадать, и это, как бы, раскрывается через ассоциации. То есть, поймите, пожалуйста, правильно, вот такой момент. Я надеюсь, что вы обнесетесь с пониманием к данной ситуации, к данному моменту, как бы, я вам сейчас постараюсь как-то раскрыть. Психоанализм и раскрытие бессознательного процесс крайне небыстрый, потому что, ну, нужно, чтобы вы как-то все-таки доверились к экспертам, которым работаете, например, да, которым будете работать или гипотетически могли бы работать. Вот. Нужно, чтобы было доверие. Далее, нужно, чтобы было время, потому что как бы это не быстрый процесс происходит. Вам нужно прислушиваться к себе, вам нужно анализировать себя, вам нужно учиться интроспекции, понимаете? вот. Это, к сожалению, не такое легкое, не такое простое занятие. Вот. Ему нужно обучаться, и обучаться этому занятию лучше под, значит, под наблюдением психолога. Вот. Так что, если вы действительно хотите понять, что с вами происходит, вот действительно, то без психоаналитических сессий, к сожалению, ну, не обойтись. Вот. Хотите вы этого, не хотите вы этого, но это уже решать вам. Вот. Я думаю, что многое зависит от вашего желания, да, если у вас есть потребность в том, чтобы разобраться со своими сновидениями. Кстати, а почему вы задали вопрос об этом, об этих сновидениях? Ну, то есть, если я правильно понял, мужчину вы не вспоминаете и как бы он в вашей жизни не участвует. Так зачем, почему вы задали этот вопрос тогда? Как вы реагируете на то, что мужчина вам снится? Вот конкретно ваши чувства и конкретно ваши эмоции по этому поводу и чем они эти эмоции вызваны? Вот. Это важно. Это важно на самом деле. проанализируйте. Так что обязательно вот это постарайтесь проанализировать. Вот. С этого может начаться в принципе ваше более полное осознавание себя и своих мотивов, своих потребностей и роли мужчины в том, что сейчас с вами происходит. Вообще что происходит. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Спасибо. Продолжение следует...